Десятки километров дорог, водопровода и канализации проложат или восстановят в молдавских селах. Кроме того, реконструируют здания госучреждений, появятся новые туристические маршруты. Таковы результаты первых двух конкурсов на гранты для неаграрных проектов, которые объявило в начале года Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Более ста заявок на гранты на общую сумму в 133 миллиона леев поступило в Агентство по платежам в сельском хозяйстве. Заявки подразделяются на три категории. По первым, двум проекты должны внедряться местными властями в течение 24 месяцев. Им выделяется грант в размере 80% от стоимости проекта. Но сумма не может превышать 3 миллиона леев. Глава Минцельхоза говорит, что многие примары попросили гранты на закупку техники, благодаря которой они смогут поддерживать в рабочем состоянии дорожную инфраструктуру. Речь в том числе о снегоуборочных машинах. В то же время государственные программы предоставляют возможность получить гранты и экономическим агентам, и даже физическим лицам, если их проект идет на благо односельчан. И здесь, как оказалось, есть немало идей. Проекты, которые относятся в специальные активности, которые больше или меньше будут связаны с аграрными, если мы говорим о туризме rural, о каких-то местах в армии. Агентство по платежам в сельском хозяйстве объявляет в начале третьего по счету приема заявок на гранты для подобных проектов. Общая сумма финансирования в этом году достигла 150 миллионов леев. Деньги выделяются из Фонда развития сельского хозяйства. Заявки принимаются до 24 января 2021 года.